всем привет дорогие друзья 21 тур чемпионата украины подошел концу и сегодня мы конечно же будем обсуждать этот тур и обсуждать все матчи которые были сыграны да опять же как и в прошлом туре 21 тур не запомнился нам чем-то экстраординарным все команды которые должны были выиграть они заработали три очка тоже шахтер динамо десна ворска но все же в каждом матче было что-то интересное и даже в такой матч как мариуполь шахтер но мы конечно же все будем обсуждать и в этом туре в одном матче в одном из матчей было забито два гола пяткой конечно мы все это будем обсуждать ребят поэтому перед началом как всегда не забудьте поставить лайк нашему видео поддержите обзор это все что вы можете сделать поставить лайк для вас 2 секунды для нас это развитие канала также пишите свои комментарии как вам 21 тур какой матч большей степени вам запомнился и какой матч вам было не интересно смотреть тоже пишите и ваши прогнозы на матч 22 тура динамо шахтер интересно ваше мнение как вы думаете шахтер сможет хоть какие-то шансы получить в матче с динамо или же все-таки динамо сможет обыграть шахтер пишите свои комментарии ребят буду все читать ну а мы идем обсуждать 21 тур ну и начнем из самого очевидного и самого неинтересного наверное в этом 21 туре матч мариуполь шахтер не знаю кому он был нужен но лично мне как болельщику шахтера он был нужен для того чтобы получить информацию все-таки как шахтер сыграет перед динамо каким составом я ожидал честно говоря от этого матча увидеть много игроков в составе шахтера которые ну как бы очень мало играет или очень мало получает игровой практики но на деле получилось что шахтер вышел практически боевым составом и смял мариуполь хотя они все так было однозначно даже для этого мариуполя и конечно же это ненормально что как бы запрещают играть арендованным футболистом потому что если вспоминать прошлый тур в составе мариуполя ребят в замене прошлый я имею ввиду матч мариуполь шахтер в замене у мариуполя было три футболиста из них был один вратарь в этом же туре ребят в этом матче между мариуполевым шахтером прогресс целых шесть футболистов в замене мариуполя но конечно ненормально то что такие люди как кулаков нападающие имею ввиду бандаренко который сделал прошлом туре хит-трик мышнев танковский это лидеры центра поля мариуполя тот же очередь к тот же топалов они не играли это вся атака это вся полузащита мариуполя все команду отрезали все нафиг и поставили игроков из молодежи которые конечно же проиграли шахтер очевидно у шахтера я ожидал увидеть мудрико судакова в основе возможно в юнека возможно посмотреть кого-то там возможно 5 даже появится то есть какие-то изменения но на деле мы увидели трубин бондарь кривцов додос и при она вот слева уже второй тур подряд потому что пока что вариантов нет степаненко майкон алан патрик соломон тета и мара из ребят это дубль нет это не дубль это основной состав шахтера который вышел на первый тайм честно говоря каким-то потерянным понятно мариуполь оборонялся у них другого пути не было и маркевич это понимал с таким потенциалом в атаке у мариуполя за весь матч по одному удару за тайм в первом и во втором тайме по удару и ни одного в створ не о чем говорить у мариуполя в атаке что было у шахтера за весь матч у шахтера было 13 ударов всем в створ и 3 гола да но первые полчаса шахтер не мог вскрыть оборону мариуполя шахтер не понимал вообще как это делать ну возможно понимал просто не получалось реально мариуполь хватило на полчаса на 35 минут на 35 маря из ворвавшийся в штрафную протащил мяч один трех футболистов обвел и просто прошил вратаря в дальний угол мара из реально форме ребят мара из перед евро ночи набирает хорошую форму забивает в каждом туре по два мяча уже четыре гола за два тура это хороший успех для мара из а и сразу же можно сказать близкий реки у шахтера потому что два мяча за две минуты соломон сразу же тоже ворвался в штрафную через две минуты и пробил в дальний угол клок красивым обводящим ударом то есть и все шахтер 2 0 первом тайме я думаю здесь решили вопрос после второго тайма вышел антонио судаков вместо степаненко и майкона дали отдохнуть конечно перед динамо особенности поненко понимал это каштру что лидером не дай бог что там какие-то красные от степаненко или еще что то то есть степаненко нужно было беречь и в принципе его заменили опять же от мариуполя ничего не увидели вообще ничего мы видели в конце матча только пенальти ворота мариуполя да и мара из его забил пенальти там больше был чем не был поэтому я думаю здесь не стоит обсуждать что там подсудили еще что-то ребят ну как бы какие вопросы если шахтере без этого пенальти выиграл бы матч я думаю это очевидно поэтому марай сделал только дубль и набирает хорошую форму это наверное единственный вывод из этого матча это что шахтер набрал три очка конечно же еще не зная результатов как динамо сыграет днепр один потому что шахтер играл в это был первый матч 21 тура ну и в общем легкие три очка очередные то есть такая легенькая прогулочка перед аль классику ребята который состоится в 22 туре мы конечно его ждем а по этому матчу у меня все следующий мальчик динамо кив днепр один и по мнению всех конечно именно этот матч должен был стать матчем тура в котором была главная борьба между командой которая сейчас идет на чемпионство и команды которая сейчас наверное в лучшей форме находится чем все остальные команды вообще в чемпионате после киевского динамо конечно же и днепр один выходил реально в сумасшедшей форме на матч динамо киевом от которого лично я ожидал ну уж большей конкурентности чем мы увидели на деле ребята давайте конечно разберемся что не так во первых ну опять же арендные футболисты да не играл в этом матче дубинчак и булеца которые принадлежат динамо они не играли в основной левый защитник и основной конечно ну булеца не особо основной но все равно это очень важный игрок в обойме днепра один но они не играли сегодня на позиции левого защитника цуриков играл бывший игрок динамо опять же но уже принадлежит именно днепр один логинов дугла в центр обороны как бы и гнатенко ди франку сегодня в центре поля появился когу тейлор чуже конечно один из лидеров последних матчей наверное днепра потому что очень много забивать довбек антигерой сегодняшнего матча сваток и юрчук в воротах что касаемо киевского динамо какие же у них изменения понятно не играл киндзера и нужно было как-то решать вопрос есть тымчик который даже за сборную там вызывался поэтому тымчика сегодня луческу поставил справа фланга и не прогадал он сегодня каши не испортил поэтому здесь очевидно но в общем составу динамо не поменялся все те же ребята дп на сегодня слева родригес в замене который тоже вышел там добавить под конец как уже луческу его видит джокером именно в киевском динамо беседен буяльский понятно тоже атакующие футболисты здесь ничего не меняется опять беседен не забивает опять беседен играет нестабильно то есть но форвард динамо нет форварда вот единственная проблема сейчас киевского динамо то что у них нет составе цыганкова мне кажется вербич которого очень сильно не хватает сейчас динамо который ну мог закрыть любую позицию в атаке и считаю вербич этот футболист который может сыграть в центрального нападающего может слева сыграть поэтому это очень важный игрок которого нет конечно не хватает но если переходить к самому матчу то опять же знаете как-то динамо киев очень стабильно но уверенно играет стабильно не так хорошо как хотелось бы но добивает добывает хороший для себя результат в общем первый тайм ничем примечательным не запомнился это был скучный вообще скучное зрелище за весь первый там было по три удара у команды днепр один не уступал в общем по созданию моментов по каким-то критериям футбольным скажем так днепр один не одувался днепр один пытался играть футбол с киевским динамо 45 минут у динамо не было практически моментов в этом первом тайме они конечно владели мечом владели инициативой но это выглядел более-менее равный матч и мне показалось что ну окей вот здесь наверное днепр один все-таки нашел и днепр один реально сейчас форме днепр один реально сейчас может создать проблемы киевскому динамо но второй тайм показал обратное стоит еще отметить что очень много фаллов было очень много нарушений правил и вдов бык получив свою желтую еще на 24 минуте удалился но к этому еще мы перейдем и за первый тайм было вообще 4 или 5 желтой карточки начало второго тайма уже бодрее динамо киев понятно лучиску как всегда прибавляет команда после того как заходит в раздевалочку и выходит из нее после после перерыва да и выходит на второй там уже совсем другой командой в общем замен не было играли в тот же футбол который динамо принципе играла лучше а днепр один во втором тайме вообще не узнать ребят во втором тайме 72 на 28 владения мечом без шансов да это конечно связано с удалением давайте перейдем голу динамо нашло все-таки свой момент после передачи до пены который конечно сделал этот гол передачи нам и колька который ворвался в штрафную и спокойненько переиграл вратаря но здесь стоит отметить что как располагался все-таки днепр один не совсем уверенно и просто ребята не разобрались кого кто держит и понятно динамо уже забивает уже 1-0 в пользу киевской команды и тут конечно лучевскую чувствует что нужно освежать игру освежать выпускать шепелева вместо шапаренко которого игра сегодня не задалась вообще выходит родригес который выходит вместо дп на и кстати дп на уже готовилась замена родригеса и уже понимали что дп на уйдет и передать им сразу же дп на этот голевую и уходит вот с такой голевой передачи поэтому неплохо неплохо тогда я почувствовал дп на что были сейчас меня меняет нужно что-то сделать чтобы сказали что я был хорош дп на это сделал хорошая передача мы колька 1-0 я ждал реакция днепр один в итоге красная карточка добыку 2 желтая знаете вот ну нечего сказать такая же ситуация практически была в матче олимпикола с которым мы перейдем уже в последнюю очередь там тоже была красная карточка практически в начале второго тайма но здесь все-таки матч очень важный матч статусный это матч тура как многие заявляли да и мы ждали тем более дне перформе но вот красная и здесь уже понятно потенциал в атаке не тот понимал этот тренер но все равно шел ва-банк он выпустил место сватка хабленко конечно нападающего нужно было ставить через кого-то нужно было просто играть и создавать эти моменты ну не про ничего не получалось во втором тайме ребят и вновь пушечка сидорчука заходит вот так вот легенько сидорчук опять с дальней дистанции попадает сидорчук знаете я говорил что раз в год там он что-то забивает но извините уже один забил окей второй раз ну может повезло до третье это уже закономерность все-таки сидорчук действительно выходит наверное на пик своей карьеры пик своей формы в киевском динамо капитан команды и забивает очень важные мечи что стоит отмечать и молодец попал там был удар от рикошета вратарь чуть вышел и сидорчук конечно увидел пустой угол пробил туда без шансов значит 20 и после этого и конечно все поняли что ну вряд ли уже что-то будет да и ничего и не было ребят даже не стоило смотреть дальше после гола тупо убивали матч владели мечом не отдавали не про один который был меньшинстве у них за второй тайм только два удара ноль в створ ну о чем здесь говорить ребят здесь победа киевская динамо то есть довольно очевидные результаты шахтер обыграл мариуполь динамо обыграл с к днепр один самое главное противостояние 22 тура динамо шахтер вот там то и будет заруба вот там то реально матч тура это матч года для шахтера потому что если шахтер проигрывает это бы вдвойне больнее потому что проиграв отрыв 10 очков ну это не очень приятно а если шахтер обыграет динамо это плюс 4 у динамо и здесь уже шаткая ситуация четыре тура до конца всякое может быть поэтому очень важный матч и у динамо и шахтера впереди следующий матч десна александре ребят и мне кажется вот это именно матч тура как минимум по тому как забивались голы и с какой красотой это было сделано ребят ну сумасшедший матч в плане красоты голов не сумасшедший в плане каких-то супер моментов потому что на самом деле в этом матче не так много было этих моментов просто реально десна забила все что у них было практически все но давайте чуть по порядку по составам для начала как всегда у десны отсутствует будковский в принципе здесь без бородка пока без альтернативы находится у десне будковский еще на травме в литовка сегодня был ворота химареков там сухоцкий конопля агири атомбровский татавицкий конечно лидер команды гуцуля калитинцев на флангах ребята вот такие футболисты были у десны если братья александрица у них тоже ничего не меняется мог менять шаран фланги но все же сегодня на флангах шастал третяков находились ситала ковалец банада бухал сегодня появился в основном составе именно в опорной зоне главные ребята которые отсутствовали александри по сравнению с прошлым туром это мирошниченко и гречишкин но он сегодня сидел на баночке вместо него бухал вот такой вот состав лучкевич ванту по флангам но что происходило ребят как матч вообще какой какая хронология в первый тайм честно говоря александрия больше нравилось чем десна максимум максимально противоположные таймы у нас получились первый был больше за инициативой александрии второй конечно же за инициативой десны ребят которая уничтожила эту александрию что же происходило такого в первом тайме в принципе довольно скучное начало одесны александрии то есть команды в равном количестве времени владели мечом то есть в общем не примечательная игра я думал в принципе здесь ничейка какая-то 0 0 1 1 залетит да и разойдемся они тут то было ребят на 29 минуте случился главный эпизод ну главный эпизод за все время которое было сыграно это 29 минута забивать не десна александрия ребят и здесь конечно было интересно потому что в александрия перевернула вообще ход встречи забив ковалец ворвался в штрафную после передачи классной передачи банады который увидел свободную зону ковалец мне ворвался убрал под себя защитника и пробил не да там небольшой рикошет был от защитника и вратарю очень сложно было сконцентрироваться увидеть этот мяч залетает все-таки забивает александрия и неожиданно да для десны но через три минуты ребят мы увидели шедевр мы увидели шедевр не то тавицкого нет нет калитвинцева нет гуцуляка но от него тоже был шедевр чуть позже и мареков центральный защитник ребят забивать пяточкой после стандарта после стандарта команда забивать пяточкой то есть был обычно штрафную ничем не закончился эпизод скидочка была из центральной линии уже головой после углового в штрафную зону подбор за и марековым он стоит спиной к воротам штрафной зоне чё делать он конечно решил пробить пяточкой и он же в интервью после матча так и сказал у меня ничего не оставалось как только пробивать пятой потому что я стоял спиной к воротам уже как бы меня окружали футболисты александре нужно было думать он пробил он попал пятка ребят красивейший гол конечно никто не ожидал центрального защитника такое видеть ну и первый тайм закончится со счетом 1 1 в принципе можно сказать равный счет но александре чуть больше создавала моментов чуть больше владела мечом и инициативой что интересно и александре не забила со стандарта илександре забилось игры довольно рабочий гол довольно такой комбинированный гол где ковалец ну то есть это не был угловой второй тайм конечно это совсем противоположность потому что второй тайм александре 0 ударов 0 0 ударов команды и с чем это связано ребят вот политика александре если вы смотрите обязательно напишите вот с чем вы связываете такую нестабильную игру александре потому что команда проигрывает три матча подряд и что интересно в этих всех проигранных матчах александре просто отключили стандарты им отключили угловые угловых на самом деле у сандре было всего два у disney 5 и у disney это все сработало у disney угловые сработали и стандарты александре все прикрыли у них не было возможностей навешивать и толком моментом не было команда тупо рассыпалась во втором тайме чем и конечно воспользовалась десна потому что практически в начале первого тайма татавицкий со стандарта забивает головой таким парашютиком перекидывает вратаря ударом головой и делать счет уже 21 и тут понимаем конечно что десна ну начинать нагнетать и стоит отметить что десна максимальную реализацию сделав во втором тайме 4 ударов вообще за второй тайм 4 в створ 3 гола это вообще как это я не знаю читеры какие-то включили режим бога я не знаю что это было но после этого тройная три замены пошли там в некотором периоде в пять минут чуть позже вышел стейскову стименко гречишкин сразу александрии вот но это ничего не дает это ничего не дает и дальше задает уже десна и забивать гуцуляк ребят в стиле андрея ермоленко ермоленко такие голы забивал когда он начинает смещаться в центр подстраивать мяч под левую ногу и пробивать дальний угол то же самое сейчас исполнил гуцуляк почувствовал себя андреем ермоленко в своем мы знаете пиковом состоянии когда он играл за динамо да он очень много забивал и гуцуляк очень техничный парень реально прошел ударил и забил молодец действительно тоже красивый гол реально красивые голы все получается все три гола можно сказать все четыре гола довольно красивые у дисны ну и 31 ребят александрия игра не клеится и чего тут ожидать уже никто ничего не ожидал александрия все понимал это провал это реально провал александрия большие проблемы потому что ворска заря колос выиграли свои матчи александрия проигрывает до ска днепр один не поджимает потому что они проиграли динамо ну вас к днепр один закончились матчи уже с топами они дальше будет набирать александрии нужно что-то думать Потому что три поражения подряд Я, конечно, понимаю, Динамо, сейчас Десна Тоже сильный соперник, но Если вы хотите в Еврокубке, вам Вы должны просто играть с Десной Хотя бы не на 4-1 После этого гола Гуцуляка Случается уже на последних минутах Там никто не ожидал вообще, что такое случится Тотовицкий Ребят, забивать пяточкой опять Пяточкой два гола забивает Десна Когда такое было, я не знаю, в чемпионате Украины Чтобы в одном матче пяточкой были голы Это просто чем вам, ну Зачем вам смотреть чемпионат Англии, ребят Вот вам, вот вам контент, изи контент Который просто загляденье Гол Тотовицкого Опять же, то же самое практически, что с Емарековым Но там более корявый Получился удар у Тотовицкого Пяточкой, потому что был небольшой рикошет Панки в дальний угол не достал Хотя должен был доставать этот удар Он не был таким сильным Но непредсказуемым был, и Тотовицкий забивает на 90 плюс Минуте, да И делает еще 4-1 без шансов, ребят Вот так вот В раздевалке выиграют матчи Когда Десна настроилась Вышла, порвала А Александрия недонастроилась Не нашла плана Б Александрия третий тур подряд не находит плана Б У них нет плана Б, кроме навесов Одна передача Классно же все начиналось Классная передача Без стандартов Вы создали хороший момент С передачи С центра поля В свободную зону Где Ковалес разобрался За счет своей техничности Да, и пробил Прошил вратаря и оборону Вот так нужно играть, ребята А не какие-то там надеяться на стандарты Ничего не пошло Десна все перекрыла И уничтожила во втором тайме Здесь реально тренерская победа Я считаю, что Рябакун, конечно, поработал В перерыве И команда вышла совсем другой На второй тайм Поэтому Десну с победой Это, наверное, самый зрелищный матч этого тура Следующий матч Ворска-Львов, ребята Ворска все-таки Выиграла у Львова За счет своих быстрых голов Быстрых принятий решений Выиграли этот матч Но давайте обсудим по хронологии Как все это развивалось Потому что Ну, первый тайм, ребят Невыразительный от Ворска Я действительно думал Что вот шанс для Львова выиграть После той феерии Да, когда они обыгрывали Шахтер Вот действительно для них шанс Показать себя против этой Ворска Которая в первом тайме Ну, скажем так, играла не лучше, чем Львов Ребят, это был довольно равный первый тайм Да, конечно, владение за Ворсклой Но давайте по составу Помним прошлый тур, да Как Ворскла Страшное там событие с Тилем Все с ним или нормально Пердут отравмировался То есть Два футболиста В прошлом туре отравмировались Но с ними все нормально Они уже на этот тур готовы И Тиле Пердут играли в основе Луизао сегодня был в основном составе Который Очередной раз Ну, такую себе игру показывает Честно говоря, пока Луизао Для меня непонятная игра Канеск, Ляр, Степанюк, Кулач Кулач, конечно, лидер нападения Что касаемо Львова У них есть некоторые изменения Но довольно точные Сегодня на острие атаки был Ныч С ним и Альваро Чуть ниже, да Иван Грикнер в центре поля Чирьяк, опорная зона Уже второй тур подряд играет И Махмутович, Романчук Это центр защиты Ну и в принципе У Львова по составу Ничего особенно не менялось Что касаемо игры В первом тайме У Львова были Некоторые неплохие моменты И у них даже больше было ударов У них реально было больше ударов Что Ворскла Что Львов Что-то пытались создавать Но у Ворсклы в общей степени Нечего было вспомнить И Максима после матча Сказал, что Ворскла вышла на первый тайм Не зная, во что будет играть Вообще То есть Ворскла вышла Недонастроенная что ли Или вообще без информации Вышли как будто так Чисто откатать очередной матч И поэтому Ну опять же Довольно жесткий матч То есть Пять желтых карточек Уже в первом тайме Довольно такой Конкурентный Довольно Такой не очень интересный Футбол был В первом тайме Но все же Момент интересный был Пенальти В Ворота Ворсклы И тут Был супер шанс у Львова Для того Чтобы взять инициативу В свои руки Для того Чтобы играть По счету Забей Альваро Этот пенальти Пенальти там был Альваро пробивал Но Ризник вытащил Ризник здесь Проявил хорошую реакцию И смог угадать Угол И отбить этот пенальти Альваро Вот не забивает А мог бы забивать Практически в каждом туре Он забивает Поэтому Сегодня не повезло Ризник вытащил И так и закончился Первый тайм В общем Ничего примечательного Второй тайм Ребята Ну и там Были конечно Интересные моменты И самое главное Это наверное То же самое Как матча с Шахтером Блицкриг За 2 минуты То же самое Сейчас и у Ворсклы Они за 3 минуты Решают исход матча 47 минута Ребят Канэ забивает гол В довольно таком моменте Где Ворскла создавала Свой момент Да Оппозиционная атака В штрафной зоне Небольшой рикоршет Канэ Отзывается На этот мяч Который рикоршетил От защитника Львова Никто не открывает Канэ конечно В ближний угол Как дал И забил 1-0 Ребят И вот так вот быстро Ворскла уже вышла Вперед И в принципе Совсем другая команда Вышла на поле И кстати Альюн вышел Вместо Луизао Сразу же После перерыва Луизао Опять же Пока Не впечатляет И сразу Через 3 минуты Ребят Канэ видит Что забегает Кулач Уже в штрафную зону Канэ с центра поля Дает Невысокую передачу На средней дистанции Летел мяч Но точную На Кулача Который врывается В штрафную Просто между линией Между защитниками Которые не успели Его накрыть И с 11 метровой отметки Получайте ребят 2-0 Вот так вот Вот так вот Быстро И непринужденно И очень Очень качественно Ребята Ворскла И делает Исход этого матча Реально Ворскла Выиграла этот матч Именно за 3 минуты Во втором тайме За 3 минуты Реально решили Исход встречи И Максимов Перерывы Это понимал И конечно же Львов Не успел настроиться Потому что Максимов Начал играть 3 защитника Максимов Убрал Этого Луизао Поставил Альюна И они начали играть В 3 защитника Ребята А Львов Не понял Львов Не понял И вот эти 3 минуты Они их использовали За счет этого Конечно же Сделали результат То есть Вот вам Вот вам Тренерская победа Тоже Потому что Максимов Изменил в раздевалочке Чуть схему Львов был Не готов К этому Львов вышел Тренер увидел Что Конечно Бессмертный увидел Но не успел достучаться До своих ребят Что вот вам Ребят Ворскла Перестроилась Ребятки Сконцентрируйтесь Львов не успел А Ворскла Реализовала Вот и все Выиграли буквально Сменой схемы Дальше конечно Львов забил Это было со стандарта Головой Долгий забил Довольно качественный гол С передачи Черьяка Но В общем В конце Они не сумели дожать Ворскла играла по результату Они знали Что они делали Ворскла Вот реально Тренерская победа И здесь Я должен Похвалить Максимова И я думаю Что вы В принципе Сделаете то же самое Потому что Матч довольно равный Если бы не вот это Реальное тренерское решение Следующий матч 21 тура Это Заря Ингулец Которая Заря Очевидно обыграла Ингулец И где-то этот матч Был похожий на Ворскла Львов По хронологии Вообще событий Первый тайм Тоже выдался не очень Первый тайм Выдался не очень С точки зрения Результата Именно для Зари Потому что Конечно им нужно Зарабатывать очки Десна поджимает Как бы Десна выиграл Свой матч И Заре не нужно оставать Тем более Ворскла вот играет В одно же время Шел матч Ворскла Львов И Заря Ингулец Я смотрел Два матча одновременно И там даже один гол Совпал с голом Ворсклы Когда они в одно время Забивали Ворскла второй забивала А Заря свой первый гол Да Но давайте Все таки по составам Разберемся Вот что сегодня Заря приготовила Сегодня кстати Были некоторые изменения Мацапура в рамке Сегодня был Мацапура стоял И в атаке Саня Гладкий Появился Вместе с Громовым Который сегодня Ну такой себе матч Выдал После той феерии Когда он сделал дубль Кочергин Кабаев Юрченко Цвэк Верниду Пабухана Жуниньо Хамчиновский Вот такой состав Узари Что касаемо Ингульца Сычинава сегодня Был на баночке Он возвращается Но он сегодня Сидел на банке Чайковский играл Запорожец Козак Шишка Коваленко Илья Который неплохой гол В прошлом туре забил Поэтому вот У Ингульца Ничего в общем не меняется Там особого резерва Какого-то нет У них постоянно Практически один и тот же состав С исключением Каких-то форс-мажоров Да Как же все-таки Первый тайм проходил Это было не самое Лучшее зрелище Где команды В принципе Ничего не создавая И Где Заря Конечно контролировала Мяч В большей степени Но Ингулец Старался Ингулец Даже в створ Можно сказать Перебил Зарю за первый тайм У них два в створ У Зари ноль В створ Ударов было Каких-то моментов Я даже сейчас Навскидочку Да и не вспомню За первый тайм Вот то же самое Что в Ворсклам Львов Но вот во втором тайме Эти матчи все-таки Разнятся Второй тайм Чуть по другой Хронологии Хронологии пошел Потому что Ни из чего Во втором тайме Конечно же Скрипник поработал С ребятами И он сказал Что ну как бы Ребят там Десна Второй тайм Выигрывает Вон Ворсла Вырывает Давайте все-таки Динамо Киев 2-0 Давайте и мы Во втором тайме Выйдем и забьем Как бы Чем мы хуже Мы что Мы тоже команда Второго тайма И они действительно На 51-й минуте Ни из чего Передача Хамчиновского Где-то похожий гол Как забила Опять же Ворскла Только вот В свой второй Тоже передача Хамчиновского Где на форварде На форварде Оказывается Юрченко Который туда ворвался И прошил вратаря Реально Похожий гол Как забивала Ворскла И здесь уже понятно То есть Заря забила И Ингульцу Нужно было Как-то идти вперед Заря конечно Пыталась Не отдавать Мяч Ингульцу Больше владеть Мячом Сама И как-то пытаться Все это дело Организовать Красиво И у Зари Все получалось Во втором тайме Скажу сразу Да это тоже Два разных тайма Потому что Первый там Более-менее равный Здесь Ну уже преимущество Существенное У Зари И они это Делают То есть Превосходят Это в результат Жуниньо Забивает Второй гол Кстати Какая комбинация Получилась Ребят Вот этот гол Стоит посмотреть Обязательно Пересмотрите Классный Классный гол Ребят Он просто похоронил Ингулец Какая комбинация Какая многоходовочка Какая передача Кабаева В штрафной зоне Пяточка Опять же Пяточка Это главный слоган Двадцать первого тура Ребят Пяточка Передача Кабаева На Жуниньо Левый защитник Который ворвавшийся В штрафную Получил паз от Кабаева Просто прошил Насквозь вратаря Своим мощным ударом И вратарю было сложно Там потащить Он не ожидал Что именно Такую комбинацию Создать Создаст Заря И забьет второй гол После этого гола Конечно тренер отвечает Выпускает сразу Тройную замену Ингулец Щедрый Сычинава Выходит спасать Шевцов Выходит То есть сразу же Пошли замены Ну и конечно Понимая Скрипник Ситуацию Меняет Кабаева Который Хороший матч Выдал Уголевые передачи Практически каждый тур Выпускать Лунева Выпускать Назарыну Вместо Верни Дуба Вот Верни Дуб Еще Ну пока Тяжелый у него Период Только вернулся В состав Ну и в принципе Заря докатала Этот матч Ребят Здесь Ну кроме Вот этих моментов Опять же Ну не о чем Говорить То есть Заря добилась Того чего хотела Забила Свои два мяча Ну и дальше Играли Не то что по счету Они реально Играли лучше То есть Если в матче Воска-Львов Еще были какие-то Надежды Что Львов Сможет даже Отыграться То в этом матче Без шанса Вообще То есть Заря сыграла Лучше свой второй Тайм Чем первый И ну Реально Команды Классом Чуть разнятся Видно что Заря Это команда Которая борется За Еврокубки Лигы Европы А Ингулец Это та команда Которая сейчас Внизу турнирной таблицы Пытается выйти со дна Но вот Не получается С такими командами Как Заря И В общем Наверное Такой итог Даже 21 тура Небольшой Что Вот Те команды Которые сейчас Находятся Вверху турнирной таблицы Выходят на свой Пик формы И Ну знаете Очень сложно Тем командам Которые борются За выживание Сейчас брать С ними очки Это Это факт Ребят Сейчас результаты Все говорят Сами о себе Поэтому Зарю с победой Они зарабатывают Три очка Очень важных Потому что Десна Поджимает Вместе с Ворсклой Да и Колос В принципе Не отстает Переходим К следующему матчу Следующий матч Рух Мэнай Ребят Который лично Для меня Ну и для многих И для Руха Мэнай Точно был Матчем тура Потому что Две команды Борются за выживание Это Рух Который находился До этого матча На последнем месте У них было 13 очков И Мэнай У которого было 15 И они находились На предпоследнем И им нужно было Как-то сохранить Этот Ганди Кап Перед Рухом Чтобы Хотя бы сыграть Мничеечку И понятно Здесь С точки зрения Тактики Не нужно было Ожидать зрелищного матча И Это наверное Самый скучный матч тура Если брать в общем Хотя Здесь счет 2-0 Я же конечно выведу На экран Этот составчик Но Ничем Примечательным Здесь Я не знаю Что здесь обсуждать Честно говоря Все то же самое У Мэнай Вообще ротации нет У них нет Футболистов Кем вообще заменить Там какие-то точные Изменения есть Но В общем Поставив того или другого Ничего не изменится От этого То же самое У Руха Но у Руха Хоть какое-то Какое-то взаимодействие Есть Кстати Бурячук Уже который тур подряд Честно Пока что Не впечатляет Его брали для задач Конкретных задач Играть классно в атаке Но Бурячук Пока что их не выполняет И играет очень плохо И он был заменен Сразу же После первого тайма Это серьезный звоночек Бурячуку Что нужно наверное Что-то изменить В своем отношении К футболу К игре И забивать голы Хотя бы Которые сегодня Я лично не ожидал От этого матча Потому что первый тайм Это просто Я не знаю Что это было от команд Это такое скучное зрелище Ребят Ни одного момента Ни одного момента Не было в этом матче И вот Это действительно тот случай Когда команды Отражают уровень футбола Это реально Первый тайм был Уровень первой лиги Вот серьезно Это невозможно было Смотреть уровень первой лиги И вот Где они находятся Это наверное их место На данный момент Потому что игра не впечатлила В первом тайме Вообще всех И здесь нечего обсуждать Но второй тайм Поинтереснее было И даже Минай Неплохо начал Минай даже начал создавать Вот что момент Пошли там замены Сразу же Кстати тоже небольшая Предыстория Багайоко В начале матча Вышел вместо Лопаренко Который получил травму И Багайоко В этом матче Получил красную карточку То есть Две желтые И только красные А судей Была Екатерина Монзуль Которая в этом матче Выполнила задачу Задачу Которая стоит перед ней В каждом туре Это пенальти Ворота соперника Это красная карточка Любому из соперников Не важно кому Главное выполнить Пенальти Плюс красный Она это сделала В этом матче Конечно же заслуженно Я не скажу Что это было предвзято Там все по делу Просто как факт Вот Второй тайм Поинтереснее начался Сразу же почувствовав Что нужно менять Брэчука Выпускать Калымчука Вот Не скажу Что сразу Команды прям Заиграли во втором тайме Но Опять же Продолжалось все то же самое Да Кстати Мэнай лучше включился Мэнай даже что-то попытался создать Вот когда у них Получалось На скорости Создавать моменты То есть На скорости Уходить в атаки И Скорость эту пока дает Да Пока Свежий пока дает Шиндер Пока дает Кожан Но когда они под 60 минуту Устают Ребят Никаких шансов Вообще У Мэнайя На Хоть какие-то моменты Не было в этом матче Рух Понимая что происходит И вообще Здесь Весь матч происходил Именно в том ключе Что Мэнайю Мэнайю устраивает 0-0 Потому что У них будет Гандикап все равно В 2 Плюс 2 очка Над Рухом А Руху нужно атаковать Что и делал Рух И они это сделали Удачно Они понимают Окей Не получается У нас С угловых С угловых Создавать моменты Не получается Входить в штрафную У нас не получается Контратаки Потому что Мэнайя сидит На своей половине поля Что делать Кухарук на 66 минуте Дальним ударом Забивает гол Ребят Классный Голешник Забивает Кухарук Я вам скажу Потому что Ну не совсем дальним ударом 20-21 метр Примерно к воротам Но Он увидел момент Он увидел Что мяч отскочил От защитника И конечно же Сразу решил пробить Шведой Мяч пошел Крученый Такой мячик пошел И Вратарь не успел Сконцентрироваться И понятно Что над ним Мяч пролетел И Забивает Все таки Рух Ребята И здесь Рух реально Задвигался Рух реально Заиграл Дальше Пошли Пошли Нагнетать Зарабатывает Ребят Пеночку Они на 83 Минуте Но передать им Еще вышел Кстати Милевский Давайте по нему Чуть Пройдемся Буквально 30 секунд Артем Милевский Выходит вместо Кожанова Вот в чем смысл Милевского в Менае Помимо рекламы Давайте просто Как по футболисту Милевскому Пройдемся на данный момент Что сейчас Милевский мог дать В этом матче Выйдя на 78 Минуте На последние Там 12-15 минут То есть Милевский Не тот игрок Который будет Играть классно Головой Замыкать Какие-то навесы Прострелы Нет конечно Милевский Не игрок Который может Убежать на скорости И обыграть На дриблинге Пол команды Нет конечно же Милевский Не фантастический Игрок Который будет Отдавать Какие-то Разрезные Передачи Выводить Нападающих Или своих Партнеров Вперед Милевский Не страйкер Милевский Неплохо Играет спиной К воротам Но Минае Как бы не нужно Играть сейчас Спиной к воротам Минае Нужно атаковать Потому что нужно Потому что Нужно эту рекламу Как-то Продавать Нужно эту рекламу Как-то В действие Вводить Но опять же Нулевой матч От Милевского Опять же Шиндер выдохся Тоже ушел У Дуэй Не вышел Пока непонятный Для меня футболист Вообще ни о чем Ну и на 83-й минуте Пеночка Которую ставит Монзуль 2-0 Кондраков Забивает это пенальти И все Ребят Рух вот Реально Точных моментов Где-то вырвал Эту победу Рух где-то больше Хочет Рух где-то больше Показывает желание Рух Реально Смотрится командой Пока что У Руха не такая ситуация Понятно У Меная сейчас Большие проблемы Там с президентом Там свои моменты В связи с последними Новостями Плохими Да Со стороны Меная И их президента Но Это не значит Что нужно так играть И играть Просто Отбиваться От последней команды Чемпионата Украины То есть Меная реально вышел Отбиваться И это заявил даже Цимбал Цимбал Тренер Если честно Странный тренер Как по мне После матча Сказал что Да у нас был план Играть вторым номером Отдать мяч Руху Да Но Он По факту Согласился Он Он сказал Такую фразу Что Якобы У нас нет Качества Такого качества Футболиста Как у Руха Вот допустим Он этим По факту Признал Что Менай Слабее за Рух То есть Менай Вылетает С чемпионата Украины И Странные заявления От тренера Какие-то непонятные Комментарии Вот Честно говоря Для меня это вообще Непонятно Пишите Своё мнение Ребят Возможно Есть болельщики Менай А опишите ситуацию Как вы относитесь Вообще Ко всему Что происходит Потому что Если честно Всё идёт к тому Что Менай Вылетит И На фоне этих проблем На фоне такой игры На фоне того Что там Заявлять Какие-то непонятные вещи Тренер Если ты играешь с Рухом Ты играй на равных Где ты ещё будешь играть Значит С другими командами Там Другие команды Что Слабее чем Рух Рух В принципе Одного уровня Просто у Руха Хоть есть Какой-то Какой-то Понимание Во что они будут играть В будущем У них есть будущее Я вижу Руха будущее У Менай Пока будущего Не вижу Я не знаю Что они пытаются строить Ну и в конце матча Уже была красная карточка Которая чисто формальная Вторая жёлтая Там можно было её не давать Но Монзу решила Выполнить задачу На этот матч И дала красную Хотя это уже ничего Не решало И Милевский Кстати жёлтую получил Вот чем Милевский Запомнился В этом матче В общем Ребят Если подытожить этот матч То Менай На данный момент Самая слабая команда Остаётся Я это говорил В 14 туре Я это говорил В каждом туре Которые проходили И они сегодня Это подтверждают Проиграв Руху Менай Аутсайдер Рух Всё-таки пытается Но всё равно Разрыв Ещё остаётся Не таким большим Поэтому борьба Ещё вся впереди Следующий И последний матч Этого 21 тура Ребят Матч Олимпик Колос От которого Я ожидал ответы На вопросы Всё-таки Невыразительная игра Колоса Нестабильная игра Когда они Вроде побеждают В важных матчах Уничтожая соперника Но Играя ничью с Менаем Вообще Невыразительную игру Что же ждать здесь На другом фланге Олимпик Который В принципе 7 туров подряд Проигрывает Уже 8 Как видите Это просто кошмар Ну хотя бы Завили первый гол Да Во главе С Калитвинцев Но Честно Я ожидал Что Олимпик Сегодня будет Давать отпор И в этом матче Тоже было красное Тоже был пенальти Вот И здесь К сожалению Для Олимпика Всё-таки Да Потому что Действительно Для них Всё складывалось Не так плохо Давайте к составам Ребят Этих команд Потому что Здесь есть Чё обсудить Есть интересные моменты Особенно в Олимпике Где сыграл впервые В опорной зоне Экра Футболист Искот Дивуара Неплохой игрок Вроде бы Но он сегодня Удалился И подвёл Свою команду По факту Да И Олимпику Было сложно Но ладно Центр поля Бабенко Политыл Бабенко Кстати перед матчем Вручили футболочку С сотым матчем За Олимпик Ребят Вот так вот Его поздравили Поэтому Небольшой юбилей У нас тоже Приветствуется В этом 21 туре Чо Гадзе Который неплохой матч Свой провёл В последнем туре И предпоследнем То есть довольно неплохой игрок Беннито Каргбо В основном составе Появляется уже Второй тур подряд Что касаемо Колоса Здесь же Опять никаких изменений Практически В составе нет Кастышин в основном составе Играет сегодня Кастышин младший Мелько Богданов Чурко Ильин Лысенко В атаке Здесь ничего В общем не меняется Начало матча Было без моментов То есть команды Ничего не создавая Первые 15 минут Прошёл Ну практически Не глядя Никто Конечно больше Как-то Бил по воротам Пытался Колос Но владение Мячом было довольно равное То есть я не скажу Что Колос Чисто сидел на Половине поля Олимпика Их прижимал Просто к своим воротам Нет Это был довольно равный И ровный Первый тайм В котором Вышел победителем Неожиданно Олимпик Ребят И мне понравилось Как начало Начал Вообще И как играл Олимпик В первом тайме Мне очень понравилось Это движение Да у них только Два удара За первый тайм У Колоса 10 ударов Колос сегодня Вот молодцы За то что они Действительно создают И бьют Поворотом По сравнению С прошлым матчем Они действительно Вышли заведённые Они действительно Вышли доказывать Что это было зря Но не всё Так было гладко Для Колоса Ребят Потому что Каргбо Забил на 30 На 30 Минуте матча Каргбо После паса Лебеденко Отличнейшего паса Лебеденко Который вывел Практически 1-1 Каргбо Который убежал От Петрова Петров Не смог На скорости Обогнать Каргбо Тот конечно Вышел 1-1 И просто прошил Вратаря Наконец-то Каргбо забивает За Олимпик Мы увидели его скорость Мы увидели Что у него Она есть Мы увидели Его реализацию Мы видели Что он может Забивать голы То есть Каргбо Здесь показал себя С хорошей стороны Забил голы И Олимпик сел Олимпик Банально сел Понятно Отдав инициативу Уже больше колосу Не создав После этого эпизода Буквально ничего Да и Честно говоря В общем После этого эпизода После этого Какого-то отрезка Первого тайма Да Олимпик Перестал играть в футбол Я не знаю С чем это было связано Но Скорее всего С тем Что конечно же Во втором тайме Практически в начале Сначала первая желтая Была на 50-й минуте Эгра Экра Или как его Правильно Получает желтую И вторая Глупейшая Желтая карточка И она получается Красной Для игра И Олимпик Остается в меньшинстве На 35 минут Еще Недоигранного матча Ребят Ну и конечно же Колосу нужно было Как-то Все это дело Реализовать Стоит отметить Что вышел Хлебас Вместо Лысенко Во втором тайме Сразу же Конечно Первый тайм Был для Колоса Ужасный Опять же Какой-то тур Вторых таймов Больше вторые таймы Все-таки заходят Мне кажется В этом туре Ну и после этого эпизода Вышел Максим Тейшера Вместо Чогадзе Тейшера Который Ну О чем говорите Ребят Олимпик За второй тайм Ноль ударов Ноль ударов Команды В меньшинстве Конечно же И понятно Почему Понятно Весь матч Олимпику Нужно было держать Счет Который был Который был До 68 Минуте Где поставили Пенальти Здесь нужно Рассмотреть Эпизод В принципе В принципе Да Это пеночка Но При хорошем Желании Можно было Ее не ставить Но Пенальти Вроде как Не обсуждается Его поставили Костышин Его забил Хотя не совсем Уверена Вратарь Практически Потащил Эту пенальти Практически Потащил Но До конца Не смог Нормально Выставить Руку И мяч От его руки Отлетел Уже В противоположный Угол Ворот 1-1 Колос Сравнивает Счет И здесь Конечно Самое интересное Последние 20 минут Конечно Понимая Понимая Костышин Он выпустил И Антюха Выпустил И Ореховского То есть Были Конечно Заменочки Колос Не смог Дожать Не мог Никак Дожать То есть Были Стандарты Вы Вы просто Вдумайтесь В этот матч Вы просто Вдумайтесь В эту цифру Вообще За весь матч У Колоса 16 угловых Было Против 2-х У Олимпика То есть Это мечта Любой Александрии И Дисны Которая мечтала Быть только 16 угловых Это потенциально Половина голов Этих команд Поэтому Колос Конечно же Где-то должен был Завершать И где-то должен был Из этих угловых Что-то создавать То есть Не обязательно С угловых У них были и другие моменты За весь матч Вообще По статистике Ударов было 16 у Колоса 2 удара У Олимпика В створ 7-1 В пользу Колоса То есть Понятно Что происходило На поле Понятно Из-за чего Это красная карточка Понятно Почему Потому что Олимпику Нужно было Оборонять счет Да Они пропустили Они все равно Обороняли этот счет Они обороняли 1-1 Потому что У них другого Выбора не было Но все-таки Случается эпизод В котором Ну вот Колос вырвал Вот Колос Сегодня Конечно же Все сложилось Это красная Это и пенка Это конечно Невыразительная игра Во втором тайме Олимпика Все вот Сложилось в то Что Колос смог Закамбетчить Колос смог За счет своего желания Создание Очень много Создал моментов Колос Стоит отметить Все-таки Вырвали эту победу Мелько Забил После передачи Чурко Вячеслав Чурко Отдал голевую И конечно Колос Выдохнул Президент Выдохнул Кастышин Старший Выдохнул В принципе Всех это устроило В Колосе Но только Не устраивает Олимпик Который Был сегодня Реально в шаге От того Чтобы не проиграть Они могли Им не хватило Чуть-чуть На 87 Это пропустили Не хватило И Очень большие Проблемы Олимпика Действительно Олимпик Выглядит Неплохо В атаке Мощь В атаке Есть Ребят Бениток Хороший Форден Кэнг Неплохой Но В обороне То есть Проблемы И плюс Вот эти Вот моменты Игра Сегодня Дебютирует Получает Красную В дебютном матче То есть Все как-то Против Олимпика Вроде бы И состав У них не хуже Чем у Мэнай Даже лучше Чем у Мэнай И у Руха Я думаю У них сейчас Борьба между ними Будет Это Мэнай Рух Львов И Олимпик Пока что Эти команды Внизу таблицы И Вроде состав Соответствует Да Тому Чтобы зарабатывать Очки Но они Сливают Все матчи Вот все 8 туров подряд Это сколько Может продолжаться Ребят Это сколько Может продолжаться Вообще Я не знаю Что с командой То есть Да если быть честным То и по составу Колосу Олимпик Не особо Уступает Поэтому В связи с этим У меня Конечно Очень много Вопросов К Олимпику Почему не используют Тот потенциал В атаке Который у них есть Которого даже Нет у Колоса Но Колос Победа Они сегодня Больше хотели У них больше Им больше Везло И В принципе Они заслужили На победу 2-1-3 Очка для Колоса Вот такой Выдался 21 тур Давайте пойдем Посмотрим Таблицу В верхней Половине Таблицы Ребят Ничего не меняется От слова Совсем Ничего Потому что Все команды Лидеры Выиграли Динамо Выиграл Шахтер Выиграл Заря Выиграл Десна Выиграл Ворска Выиграл Колос Выиграл Александрия Днепр Проигрывает Мариуполь Олимпик Проигрывает Выигрывает Только Рух Из нижней Части таблицы Но в принципе Понятно Вся борьба Будет именно Между этими командами Кто-то борется За выживание Кто-то борется За вот такие места У Динамо Плюс 7 Остается И Что касаемо Зари Они тоже Конечно же У них есть Игра в запасе Она будет сыграна То же самое У Львова Видите Вообще Две игры в запасе Поэтому У них будет Хороший Шанс Конечно Еще Набирать Свои очки Ворска Не отстает Колос Конечно Заработал И уже Конечно же Оставил Пока что За бортом Александрию Которая будет Бодаться Знепр Знепр Один За право Быть На седьмом Месте Мне кажется А то Возможно И побороться С Колосом Как-то Если Колос Будет Терять Очки То есть Сейчас Есть Явно Шесть команд Которые Будут Бороться За Еврокубки Это Ну Скажем так Динамо Шахтер Окей Отставим Четыре команды Четыре команды Которые будут Бороться За Призовые Места За Лигу Европы Лигу Конференции Тому Подобные Турниры В середине Таблицы Здесь Мариуполь Выполнил Задачу На сезон Набрать То количество Очков Которое Позволит Им Не Вылететь Они Это Сделали 21 очко Я думаю Им Хватит Возможно Еще Где-то Какую-то Победу Да Будут Будет 24 И В принципе Все Олимпик Опять же Очень Большие Проблемы Ну И Вся Таблица Пока Что Непонятная Вверху Не совсем Понятно Что будет Происходить В зоне Лиги Европы И внизу Непонятно Кто Будет Вылетать Хотя Явным Фаворитом На вылет Пока Что Считается Мэнай Каким Будет 22 Тур Ребята Первый Матч Пройдет Кстати В пятницу Львов Александрия Сыграют Две Команды Которым Нужны Очки Львову Нужно Бороться За выживание Александрии Нужно Как-то Все-таки Знаете Не отставать От Первой Шестерки Поэтому Матч Конечно же Получится Довольно Интересным Матч Мэнай Десна Который Пройдет В субботу Здесь Явный Фаворит Явный Аутсайдер Я ничего не жду Только победа Десны Ворс Лазаря Вот здесь Борьба А вот Здесь Интересно И потенциальная Потеря очков В той или иной Команды И это Конечно же Здесь Десна Потеряет руки Потому что У них там Матч с Мэнаем С аутсайдером Хотя Всякое Может быть Это футбол Ну и Конечно же Ребят Делайте Свои прогнозы Обязательно Прямо сейчас Напишите Прогноз На матч Шахтер Динамо Киев Это Ребят Самый важный Матч Для обеих Команд Потому что Здесь Можно Как психологически Так и Результатом Доказать И Показать Кто Есть Кто Это Самый важный Матч Сезона Для этих Команд В чемпионате Украины Шахтер Играет Дома Формально Дома Они будут Играть На одном Стадионе Понятно Как Интер Против Милана Также Шахтер Против Динамо Киев Интереснейшее Противостояние Ребят Будь что Будет Не буду делать Прогнозы Но Честно Говоря Честно Говоря Если Шахтер Обыграет Динамо Если У них Будет Плюс Четыре Ну Мало Не верится Что Луческу И компания Сможет Растерять Даже Эти Четыре Очка То есть Да Есть Матчи Еще С Ворско И Колосом Но Динамо Киев Спокойненько Как Интер Сейчас В чемпионате Италии Может Минимально Взять В каждом По три Очка Минимальный Результат 1-0 2-1 Где-то Повырывать Эти победы Ну И Спокойненько Выиграть Чемпионат Украины Мне кажется У Шахтера Шансов Все равно Мало Но Будем Ждать Буду Я как Болельщик Шахтера Надеяться Что Шахтер Обыграет Динамо Вы как Болельщики Динамо Будете Надеяться Что Динамо Оформит Чемпионство В этом матче Потому что Это будет Чемпионство По фак Интереснейший Матч Борьба Аутсайдера Фингулец Рух Рух Это тоже Довольно Классный Матч Потому что Ну Посмотрим Как Рух Все-таки Будет готов Кингульцу Который Чуть Больше Набрал Очков И Битва Тех Команд Которые Впервые Вошли В Премьер Лигу Мариуполь Олимпик Две Команды Которые Как бы Пока что Показывают Невыразительный Футбол Между ними Будет Конечно Здесь Идеальный Шанс Кстати Для Олимпика Показать Что Все-таки Они могут Заработать Три очка Колос Днепр Один Матч Похожий На Ворс Класс Заря Здесь Тоже Решается Очень Многое И для Колоса И для Днепр Один Как-то Зацепиться Возможно За Еврокубки У них Может Получиться Если Они Обыграют Колос Это Очень Важный Матч Днепр Один Им Нужно Ребилитироваться После Поражения Над Киевским Динамо Интереснейшие Матчи Ребят Нас ждут 22-м туре Поэтому Не забывайте Подписаться На канал Прямо Сейчас Той Не Подписан Если Ты У нас Впервые Подпишись На канал Поставь Лайк Пиши Свои Комментарии Ребят Не забывайте Что у нас Проходят На выходные Во время Матчей Чемпионата Украины Стримы В которых Мы обсуждаем Матч В прямом эфире Поэтому Обязательно Присоединяйся Заходи Буду Очень рад Тем более Болельщикам Украинского Футбола Всем спасибо За просмотр И всем До новых встреч